только что у меня такие слова в сердце да ну так как будто дух святой говорит мне ну про мою жизнь как я сейчас живу и что в моей жизни происходит и я хочу конкретно озвучить это всем сказать да вот этот момент жизнь под давлением дьявола аминь она у нас всегда у некоторых дьявол глушит людей чтобы они конечно не познали истину они думают о них все хорошо они думают у них вообще все прям круто но в конце концов у них нету спасения а теперь идет момент когда ты принял истину когда истина тебя спасла это иисус христос и теперь мы живем в этом мире аминь мы спасенные люди мы идем за богом мы верим в истину мы хотим быть воле божией мы хотим делать то что хочет бог да аминь но жизнь на земле в первую очередь наше тело про что говорит библия что она против духа дух хочет противоположного плоти получается прочь плоть наша против духа что мы хотим мы не делаем а что мы делаем то мы иногда не хотим здесь в этом моменте я хочу сказать жизнь здесь под давлением дьявола почему князь этого мира все что здесь сейчас происходит хочет сделать так чтобы люди не пришли к истине разделить церковь назвать людей не детьми божьими а кличками а если дальше в мир идти здесь вообще все перепутано запутано у кого-то какие-то понятия какие-то структуры кто-то живет по своему образу но ты не можешь жить потому что в конце концов ты так и так будешь стоять перед богом библия говорит что все колени встанут перед иисусом христом все без разницы кто ты такой где ты был умер ты или ты еще не умер все будут стоять кто уже умер тоже будут стоять читайте библию там все стоит но в конце концов я хочу сказать жизнь на земле под давлением дьявола это реально факт потому что мы живем в этом мире который против противоположно хочет чтобы воля божия не исполнилась но она исполнится библия говорит все что стоит в библии это исполнится от начала до конца аминь она до сих пор актуально уже прошло очень много времени но библия она каждый день делает то что здесь стоит и вы видите это все из этого я говорю лично к вам познайте истину и истина сделает вас в библии стоит вкусить и увидите это все стоит в библии просто некоторые люди говорят не у тебя крыша поехала топа их у меня раньше она ехала и слава богу бог меня услышал и помиловал и теперь моей жизни есть путь истина и жизнь бог мне каждый день воспитывает и учит и показывает куда мне идти если бы не бог не дай бог я бы ушел с этой жизни уже очень много раз бог реально меня очень много раз помиловал по молитвам по просто двери да в реально он помиловал меня но я теперь понял что я должен за него до конца держаться до против против бога будет идти собственная плоть моя плоть идет против того кто меня спас моя плоть братья и сестры это стоит в библии почему через адама его за зашел грех жизнь человека аминь грех зашел конкретно в жизнь человека вплоть в днк и теперь мы живем в духе но мы понимаем каждый день что наша плоть мешает нам идти за богом аминь наша плоть мешает нам она мешает через там через все даже в какой-то если даже физические немощи есть проблемы со здоровьем так далее это все нам где-то мешает да и мы должны пронести этот крест до конца аминь стоит библии отвергни себя возьми свой крест и следуй за мной это нелегко я вот сейчас понимаю это нелегко но все равно бог держит все руках и самое главное мы спасенные да в этом мире библия говорит у нас будут муки страдания и так далее но он говорит вы не вы не бойтесь я победил мир как говорит иисус все до братья и сестры и у всех у нас есть проблемы вы не думайте что там есть люди которые без давления у всех кто-то самое главное нам сейчас не сдаться жизнь под давлением дьявола но воли божьей аминь жить с подавлением дьяволом воли бы это самое главное что тебе нужно в твоей жизни ты лично тебе дорогой мой друг благослови тебя господь и сохрани во имя иисуса христа читайте библию и живите так как хочет бог а не этот мир аминь слава богу иисусу христу спасителю